Всем привет! Мне всегда казалось, что я умею отличать артиста искреннего от артиста, который придуривается. То есть, который поет о страшных страданиях человечества, при этом ему на эти страдания решительно наплевать, он просто зарабатывает деньги. И поет очень громко, неистово, закатывая глаза при этом, делая вид, что очень сильно переживает. Многим артистам я не верю сразу, многим не верю наполовину. Например, в группе ЮТУ я не верю напрочь. И Бона может сколько угодно кричать о защите лесов в Африке, о страданиях мирного населения повсюду, но не верится. Совсем его поп-группа ЮТУ как-то не вызывает у меня сочувствия и понимания. Роджеру Уотерсу я не верю наполовину, потому что парень, мужчина уже давно страдал, переживал, детство было тяжелое. Но что-то, в общем-то, уже давно не так. Уже давно кажется какое-то такое просто зарабатывание денег и больше ничего. Боюсь ошибиться. Может быть, я не прав, может быть, все не так. Ну, тем не менее, иногда очень трудно поверить в искренность человека. Но к чему я все это говорю? К тому, что искусство такая штука, которая управляет своим создателем. Например, кинорежиссер, когда начинает снимать кино, какой-нибудь безумный телевизионный сериал, по абсолютно идиотскому сценарию, волей-неволей он в этот сценарий погружается в процессе съемок, начинает в него искренне верить и переживать, и делать все совершенно честно. Какой бы идиотизм он не снимал при этом. И потом, когда картина выйдет, он может говорить все, что угодно. Что это просто я деньги зарабатывал, что это меня не волнует, что я делал это левой ногой. Не верьте никогда. Все равно все это делалось честно. Потому что процесс творчества, он настолько захватывает человека, что все эти посторонние мысли о зарабатывании денег, о том, о сём, о пятом-десятом, они уходят, и в момент творческого акта человек полностью в него погружается. Ну, это так вот, такая мистическая вещь. Костя Кинчев говорит, что творчество это все от сатаны, при этом самым занимается. Я его, кстати, безумно уважаю и люблю его музыку. Что вообще искусство это от слова искус. То есть это не христианское вообще занятие заниматься искусством. Но мы все занимаемся так или иначе. И Костя тоже. И у него получается. Я не знаю, насколько, так сказать, у остальных. Но, тем не менее. Так, к чему я это все говорю? К тому, что люблю я безумно вот эту пластинку. Группы Pain Observation. Скорсик называется. Она вышла в 2007 году. Вот такая вот обложечка. Вот такая вот лицевая обложечка. Вот такая вот задняя обложечка. Тексты песен здесь присутствуют, что немаловажно. Очень рекомендую их почитать тем, кто не читал. Потому что многое от этих текстов зависит. Компакт-диск тоже прилагается. Ну и двойной альбом. Вот такая пластинка старая. 2007. Но, тем не менее, до сих пор она меня пробивает, выбивает. Совершенно яростным каким-то посланием Даниэля Генденлёва. Человечеству. И шоу-бизнесу, и человечеству в целом. И достигает от послания таких высот невероятных. Каких достигал, наверное, только Джон Леннон на альбоме Plastic on a Band. Когда раздевался практически до нога перед всем миром. И пел о том, что он на самом деле думает. Что он на самом деле любит. Как он относится ко всему. От бога до Битлз. И ко всем остальным. Вот такой ярости, как у Генденлёва и Леннона, я, честно говоря, встречаю в современной музыке редко. Бывает, но редко. В основном как-то не верится. А вот Генденлёву я поверил. Ну, мало того, что музыка замечательная. Видите, во всех практически песнях. И многие, кстати говоря, ругают этот альбом за то, что здесь и диско играется, и рэп здесь просто в полный рост. Но лучшего рэпа, чем здесь, я не слышал вообще в жизни никогда. Это первое. А второе, что с помощью рэпа Генденлёв разносит этот самый рэп в мелкие клочки. Разрывает его, уничтожает, растаптывает, оплевывает и режет на кусочки. И после этого рэп как-то исполнять и воспринимать всерьез уже даже становится и нелепо. После того, как высказался Генденлёв в своих произведениях, здесь, например, в песне «Спитфолл». «Ловушка». Ловушка, в которую попадает рэпер, звезда рэпа. И звезда не только рэпа, а вообще звезда любая. Начиная от звезд дикторов ток-шоу телевизионных, заканчивая звездами рок-н-ролла и тяжелого рока и прогрессив метал. Это не прогрессив метал, это круче, на самом деле, мне кажется, чем прогрессив метал. Это очень крутая музыка, очень сильная. Какой-то рэп «Спитфолл». Здесь просто его надо слушать, желательно переводить, благо тексты имеются. И тогда приходит понимание, как относится Генденлёв к этому самому рэпу, который блестящим образом исполняет. «Скорсык» первая песня, заглавная. Она сразу дает полное понимание, что человек весь в шрамах. И все дальнейшие песни будут тоже от лица человека в шрамах, про шрамы, про боль, про неприятие окружающего мира и всё остальное. И всё очень по-честному сделано. Любимая моя песня «Крипкэйджет», которая открывает вторую сторону альбома, песни длинные. «Спитфолл» 7 минут с лишним, «Скорсык» тоже 7 минут с лишним. То есть на 14 минут целая сторона пластинки. «Крипкэйджет» 6 минут. Вот что такое «Крипкэйдж»? Да, детская колыбель. И Генденлёв поет здесь о том, что самое важное, единственное важное, что есть для нас в мире, это детская колыбель и ребёнок в этой детской колыбели. Всё же остальное, как он здесь и поёт. «Fagda Million Dollar Kitchen», «Fagda Al Pacino Posters». Ну и прочие сигары, которые курит Де Ниро, Мерседесы, постельные всякие развлечения, дорогие шампуни, дома. И всё это, всё это тлен, чушь и абсолютно ненужные никому вещи. Песня завораживающая. Она построена на таком грандиозном, не рифе даже, а грандиозной музыкальной фразе, которая к финалу переходит уже в какой-то колокольный перезвон. Бой колоколов, послание человечеству такое-то мрачное, но в то же время яростное, отрицающее всю эту пошлость, всю эту мерзость окружающего мира. И веришь этой штуке, вот ничего не могу с собой поделать. Я понимаю, что это рок-звезда, что это парень, который не вылезает из гастролей, из студий, шоу-бизнес, выходят пластинки. А всё равно верю в то, что он абсолютно диско-денен. Диско Квинн, следующее полотно, 8,5 минут. Вот то самое диско, за которое многие фанаты настоящего металла этот альбом ненавидят. Хотя вот эта диско Квинн, она, в частности, следующим номером до этого был разнос рэпа, а здесь полный разнос и растаптывание диско, и людей, которые любят диско, и людей, которые зарабатывают деньги с помощью диско-музыки, и которые прутся, вообще живут в этом диско-мире, пластмассовом, целлофановом, искусственном и, на самом деле, виртуальном. Так уж, если говорить, ненастоящим. Всё это ненастоящее, всё это целлофановые обёртки, конфетные фантики. Но при этом диско Квинн ещё, я её воспринимаю как мини-оперу, потому что здесь столько музыки, столько разного, такие вокальные партии, так всё закручено, так интересно и так сложно, так профессионально, музыкально, что просто можно наслаждаться этой песней от начала до конца. Kingdom of Loss, 6 минут 41 секунда. Медляк. И очень смешно бы было увидеть какие-нибудь танцы в пионерском лагере, где девушки-юноши танцуют в обнимку под эту песню Kingdom of Loss, потому что она повествует о продажности мира во всех своих аспектах, о продажной любви, о продажных одноразовых вещах, которыми мы окружены, которыми мы пользуемся, о продажных отношениях, о продажных политиках и вообще о том, что всё на продажу. Но песня при этом медленная, под которую хочется танцевать. Может быть, кто-то этим и занимается, выпив лёгкого вина, я не знаю. Miss Modern Mother Mary. Сложнейшее произведение. Сложнейшее просто. С точки зрения музыки его надо слушать и раскапывать, раскапывать. При этом это тяжёлый рок, что удивительно. Тяжёлый, современный, можно сказать, даже металл где-то в каком-то аспекте. Идиокрасия, песня, которая завершает третью сторону, семиминутная, она настолько невозможная в прослушивании, настолько тяжело её слушать, она настолько идиотская, она тяжёлая для восприятия просто. Не тяжёлая, тяжёлая, там нет такой тяжести особенной, но она настолько безумно шизофренически идиотская, повествующая об идиократии, которая окружает нас и называется либо демократией, либо капитализмом, либо развитым капитализмом, либо чем-то ещё, чем-то ещё, чем-то ещё. На самом деле всё это идиократия просто. И вот эта музыка, которая сопровождает пение Гильденлёва, она как нельзя лучше отражает всю эту идиократию, в которой мы все с вами во всём мире, причём живём современном. Я не говорю в какой стране, где кто, какой президент, какой правитель. Идиократия – это тот же самый глобализм, который многие любят и исповедуют его. «Flame to the Mouth» и «Enter Rain» – последняя, четвёртая сторона. «Flame to the Mouth» – просто роковая, жёсткая. Где-то даже традиционная песня, хотя остальная музыка совершенно здесь не в традиции на этом альбоме. Она настолько самодостаточна, самоценна, настолько отличается от всего того, что мы слышали до того. Может быть, к Фрэнку Заппе где-то она каким-то боком близка, но у Фрэнка Заппе столько периодов в творчестве, что надо уточнять, к какому именно периоду. Может быть, не буду даже пытаться. И финальное полотно «Enter Rain» на разрыв души просто. Десять минут. Хорошей, настоящей, мужской, мужицкой, крепкой, здоровой, сильной внутренней истерики. Не вот такой истерики, а такой истерики, когда человек знает, о чём поёт, знает о том, что он всё это ненавидит, всё это победит. «Enter Rain» Очень рекомендую этот альбом тем, кто его не слышал. Тем, кто слышал и не любит его, может быть, переслушайте. Или не переслушивайте, а просто выбросьте. Зачем мучить себя и слушать то, что вам не нравится, потому что вокруг нас столько музыки, что просто мучить себя, я повторюсь, не надо. А возьмите вот альбом «Пантера», например, той же самой группы «Pain of Salvation», послушайте его, а я про него расскажу в следующий раз. Пойду пить по обыкновению. Пока, до новых встреч!